Семья и дети – приоритет государственной политики страны. Защита института брака как союза мужчины и женщины. Создание условий для достойного воспитания детей в семье. А также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Эти дополнения внесены в статью 72 основного закона Российской Федерации. Александра Литкова продолжит. Традиционная семья в России – это семья, где почитают старших, заботятся о младших и из поколения в поколение передают память о дедах и прадедах. Поэтому очень важно, что государство узаконит свою задачу по созданию условий для достойного воспитания детей в семье. И для того, чтобы потом они могли позаботиться о своих родителях. Это сохранение традиционных семейных ценностей. А в нашей ненецкой семье, да и в любой другой семье любых народностей – это уважение к старшим, это многодетность, это сохранение своей родословной, в том числе сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, которые есть в каждой семье. Это толерантное отношение к другим народам. И очень важно, что государство ставит перед собой такую задачу, как защитить все вот эти традиционные семейные ценности. Всего в Конституцию страны внесено около 400 поправок. Часть из них касается обязанности правительства заботиться об экологической ситуации, охране окружающей среды и соблюдении экологической безопасности. Основной закон направлен на улучшение жизни граждан. И если мы будем касаться именно тех вопросов, которые связаны с охраной окружающей среды, с экологическим воспитанием, это поправки статью 114, которая обменяет правительство обязанность обеспечить, обеспечить, сохранить ту уникальную природную среду, в которой мы живем, то многообразие живых объектов и экосистем, усилить меры по снижению негативного воздействия. И в целом, для чего это делается? Для того, чтобы сохранить то природное богатство, которое есть в нашей стране для наших потомков. Напомню, 11 марта Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке главному закону страны. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, а затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов России. 14 марта Совет Федерации принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании.